Привет всем дорогие друзья! Сегодня у нас 22 декабря. Ежемесячный плановый обход теплицы. Покажу вам на видео все, что сегодня у нас растет. Перед тем, как мы приступим, я хочу познакомить вас со спонсором этого видеоролика, а ютуб каналом Эко Теплица. На данный канал я уже давно подписан и хочу посоветовать своим зрителям подписаться на этот канал, так как вы здесь найдете очень много полезной информации. Они занимаются строительством и промышленных теплиц, и маленьких теплиц на дачных участках совершенно разного типа. На своем канале делятся опытом строительства, рассказывают о освещении, вентиляции, отоплении и так далее. Этот канал будет полезен всем, кто интересуется тепличным бизнесом, либо планирует поставить теплицу у себя на участке. Ссылочка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Кому интересна эта тема, переходите и подписывайтесь. А мы приступаем к обзору. Значит, начнем с сценарария гибридной, которую я вот буквально показывал в том видеоролике. Вот такого вида у нас самосборный семинар сорт джестер. Еще разочек покажу. Примерно такие вот кустики. Нижние листья желтеют, отсыхают. Это нормально. Мы их просто удаляем. Ничего в этом страшного нет. Идет закладка бутонов. Боковые побеги. Начинается уже, видно где цвет. А также кустики, которые уже начинают зацветать. Вот такая расцветка. В прошлом видео меня попросили показать поподробнее именно ее. Вот, на бутонах стоят. В общем, такие кустики. Не очень некомпактные, но ничего страшного. Есть вот такие вот. Это, конечно, не очень красиво. Высокие, но ничего не без этого. Теперь переходим к просмотру другого сорта. На этом стеллаже у нас сценария сорт Star Wars. Вот они как раз крепенькие, компактные. Я бы даже сказал, очень компактные. Потому что, вот смотрите, очень короткие листья. Условия выращивания у них одинаковые. Закладка бутонов идет. Уже вот такой кустик, наверное, самый крупный. Горшок у нас 800 миллилитров. Все здесь отлично. Хотя семена самые дорогие на этот сорт, но я надеюсь, и цветы будут самые красивые. Фуксия, которую мы черенковали 5 дней назад. То есть, снимали черенки с этих растений. Верхние. Теперь все нормально. Стоят как солдатики. Маленькие, правда, но... Скоро боковые побеги пойдут в развитие. Здесь есть немножко больше. Королевская пеларгония. Это новые сорта, которые будут в этом году. Ангелы некоторые. И есть вот такие вот интересные. Но тут нужно взять, поделить на черенки, начеренковать этот ствол. Но просто интересно, как он растет и так сильно вытягивается по сравнению со всеми другими сортами. Я такое, если честно, первый раз вижу. Все остальные сорта пеларгонии чувствуют себя хорошо. Потихонечку размножаю. Посадочный материал собираю там, где он есть. Черенки пеларгонии укореняем в 350-миллилитровые стаканчики. Немного бегонии декоративно-лиственной. Но не в коммерческих целях пока. Пока просто для себя. Времени на нее не хватает. Вот здесь пять бегоний стоят в огромных горшках. Самые старые кусты. Тут посадочного материала просто море. Просто некогда ей заниматься. На этом стеллаже наводим порядки. Здесь также в основном новинки наши. Значит, здесь у нас бальзамин новогвинейский. Первый раз с ним знакомлюсь. Заказал пару десятков на размножение. Остики. Достаточно много разных сортов. Петунья укорененка еврочеренок, который я рассадил. И начали рассаживать мы вот эти черенки. Тоже еврочеренок, но не укорененный, который укоренили. Вот, кто вот спрашивал у меня, как они себя чувствуют. Все нормально. Укоренение 90%. Есть немножко выпадов. И сейчас занимаемся тем, что рассаживаем. Эти черенки немножко старше. Вот. Их еще немножко подержу. И буду пересаживать в кашпо. Звездные серии. Чтобы дальше они разрастались. И собирать новые черенки с них. Калибрахуа некоторые. В парниках у нас укореняются черенки. И некоторые первые посева. По порядку я пройдусь и расскажу, что мы укореняем. Здесь у нас петунья. Дальше идет фуксия. Также я показывал ролик про укоренение. Где целый день занимался черенкованием. Здесь вербена. Совсем маленький тоже еврочеренок мне пришел. Можем сейчас взглянуть. Но тут, конечно, будут некоторые выпады. Хотя вербена она хорошо укореняется. Но видно, что некоторые не справляются. Но ничего. Что-нибудь выживет. Здесь также петунья. В общем, в которой все свежие черенки есть. Этим я сейчас и занимаюсь. Здесь фуксия с бакопой. Опять фуксия. Здесь остики и аргерантемум. В общем, все там нормально. Стоят как солдатики. Здесь петунья и вербена. Здесь фуксия. Вот этот можно открыть. Этот уже давненько укоренялся. Я думаю, здесь больше укорененных. Значит, это у нас вербена. Потом вот эти маленькие черенки. Это растение называется биденс. Это также новинка. Ну, для меня раньше никогда не занимался. Будем вместе с вами в этом году выращивать и наблюдать. Я думаю, тут корешок уже есть. Но все-таки пусть в парнике постоит. А знаете, даже можно уже пленку снимать. Все равно оно у нас стоит в парнике. Мы его закрываем. И там будет все равно влажные условия. Ничего с ними не случится. Следующий парник. Два ящика виолы первые. Я, кстати, про виолу снял видео. Следующее видео будет про выращивание этого цветка. Кому это интересно, то подписывайтесь и ждите. Вербена. Вербена здесь. Это свои черенки. Это не еврочеренок. Вот когда со своими черенками работаешь, вообще проблем нет. Все свеженькие, крепенькие. Вербена укореняется супер. Здесь у нас гвоздика супра. Сорт называется. Диану я в этом году не выращивал. Вот мне тот сорт почему-то побольше понравился. Не так сильно вытягивается. Более компактные и цветы красивые. Петунья. Здесь опять же целый ящик вербены. Целая кассета. Сходы газаньи. Аккуратненько можем открыть. Вот такие сходы. Отличные. Много не сажал. На газаню большой упор не делаем. Так как у нас ее сильно прям много не берут. Но для ассортимента нужно вербена и бакопа. Все супер. Вторая половина теплицы. Здесь у нас сценарария гибридная. Два стеллажа. Далее. Наверху остатки ампельной пеларгонии. А у нас вообще-то ее очень много. Вот там два ряда это основные. А здесь уже которые остатки страховочные. Пооставлял. Повысаживал. Чтобы точно никакие сорта не пропадали. По сценарарии. Вот. Немного. Вот такой красоты покажу. В декабре месяце. Очень классный цвет. Потом о чем я говорил из высоких. Вот такого плана. Вот смотрите какой он. Он сантиметров сорок высотой точно. Сам цветок крупный. Нежно-розовый такой. Шапка небольшая. Правда здесь всего наверное цветов 20 будет на этом кустике. Когда они все откроются. Вот. В общем конечно не очень он удобный. В плане перевозок. Да и для реализации конечно больше компактный любят. Но если подобрать хорошую правильную упаковку. Будет красивый подарок. Вот это. Вот самое классное что может быть по сценарарии. К чему нужно стремиться. Ну просто по самосборным семенам. Не всегда угадаю что там получится. Много бутонов. Компактный куст. Крепкий зеленый. Все как надо. И цветет не рано. Как раз сейчас январь месяц. Наверное во второй половине января только начнет зацветать. Что у нас интересного цветет. Это бакопа. Она вообще вечно цветет. Ей просто побольше света. Давай поближе. Здесь немножко поменьше. Забыли ее немного полить. Так она все цветы повысушивала. Здесь бакопа махровая. Она сейчас не цветет. Вербина кустик. Вот. Ну это я сильно обстрик. Пособирали весь посадочный материал. Эти старые маточные кусты. В принципе еще раз соберем черенок. Который есть. И будем наверное их выбрасывать. Они уже устали. Отработали свое. Опа. Здесь еще такая бакопа. Фиолетовая. И крестовник один. Здесь у нас под низом хризантема. Мультифлора. Корейская. Горшечная. Вот. Выпускает черенки. Здесь еще совсем маленькие. Ну вот такие вот есть. Но тоже слабоватые пока для черенкования. Вот. Но в скором времени необходимо будет уже подстригать. В январе. Вот прям как в том году я просматривал канал. Я как раз в январе занимался черенкованием хризантемы. В этом году будет примерно так же. Правда в этом году побольше маточных кустов конечно оставили. Здесь у нас петунья. Маточные кусты. Их правда пообстригал. Калибрахуа, петунья. Вот. Совсем скудные стали. Ну и с этой стороны так же. Собрал максимум черенков. Но уже спустя неделю появляются новые. Возможно еще через неделю буду черенковать. В общем петунья это последнее, что я хотел бы показать вам в этом видео. Друзья, все основное вроде бы уже показал. Всем пока. Увидимся в следующем видео.